Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня хочу вам показать, как нейросети плотно вошли в мою работу и что я с ними делаю. Я часто работаю в таких программах, как Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. И сегодня покажу, как в Photoshop мне стали здорово помогать генеративные заливки и возможности изменения изображений при помощи нейросетей. У меня остановлена версия Photoshop, в которой включена генеративная заливка и один из самых популярных инструментов, которых я использую, это генеративное расширение изображения. Например, у нас с вами есть вот такое изображение, как видите, оно обрезанное. И часто бывает нужно изменить формат, при этом не обрезав изображение, а расширив его. Так вот, в Photoshop появилось так называемое генеративное расширение. Ничего не записывая в строку, чтобы обозначить, что я хочу получить, я просто расширяю границы и говорю, вот сделай мне такой размер. Я могу его указать в пикселах, я могу сделать пропорцию, например, чтобы это получился квадрат и так далее. Но мне нужно вот это расширение. И классно, что встроенный ИИ, который есть в Photoshop, позволяет это сделать достаточно быстро, достаточно просто, вот смотрите, он мне расширил картинку и предлагает разные варианты того, как это может смотреться. Вот смотрите, то есть буквально пока я говорила, у меня сгенерировалось. То есть я расширила изображение, теперь оно у меня более приближено к квадрату. Если, например, мне по какой-то причине нужен будет квадрат, могу сделать точное квадратное соотношение, но у меня ничего не обрезано, как было в самом начале. Что еще я могу сделать достаточно интересного с этим изображением? Я могу на него добавить какие-то фрагменты при помощи тоже нейросети и генеративных вот этих вот инструментов. Например, я могу взять, выделить кусок изображения и написать, что я хочу сюда генеративную заливку, плюс понимает по-русски, по-английски, в зависимости от того, какая у вас стоит язык программы, да, на каком стоит, так и будет понимать. Давайте напишем кусок сыра. Сейчас она будет генерировать мне кусочек сыра и будет отсылаться к изначальному изображению, на основе которого, соответственно, оно и будет строиться. Это очень важно, это очень интересно, потому что оно анализирует стилистику изображения. Конечно, у нее бывают промахи, она сейчас может предложить и цветной кусочек, но основные части будут в том числе и черно-белый. Если вдруг по какой-то причине я понимаю, что мне не нравится, ну, мне, например, не нравится, я могу вот это все удалить, я понимаю, что в связи с тем, что у меня было генеративное расширение, надо слить слои, чтобы оно читалось у меня как единая картинка, и попробовать сделать то же самое еще раз, вот сюда вставить. Давайте просто напишу слово сыр, я не буду писать кусок сыра, я напишу слово сыр. И еще раз мы проведем данную генерацию для того, чтобы это добавить. Можно, например, выделить потом другой фрагмент и добавить чашку кофе и так далее. Таким образом вы можете редактировать прямо изображение, не владея сильно фотошопом, но при этом получать хорошие такие примеры. Вот смотрите, он прямо органически туда влился, да, вот было так, стало так. Видно, что здесь линии поправились, здесь линии поправились. Давайте я вот сюда нарисую, например, чашка кофе. И таким образом дорабатывается изображение под то, что мне надо, даже не владея какими-то инструментами. Ну вот если бы мне это было нужно сделать раньше, я бы начала придумывать, как этот сыр нарисовать, как его туда внедрить, как подстаровать линии. Естественно, это все было сделать реально, но занимало это в разы больше времени. А теперь даже как дизайнер, как художник, я могу это быстро туда организовать. Смотрите, ни одна из чашек не подошла. И я беру генерацию еще раз, потому что понимаю, что то, что получилось, меня не устраивает. Сейчас посмотрим, как она это все сгенерирует. Она может опираться на верхний слой. Вот здесь, конечно, очень хороший вопрос, потому что у меня, видите, разные моменты. Нет, ну это все не подходит. Тогда сейчас попробуем по-другому. То есть, ну тоже не идеальный инструмент. Еще раз все объединю, чтобы это была единая картинка. Давайте попробуем чашку с чаем. Чашка с чаем. Может быть, будет по-другому. Иногда бывает такое, что лучше задавать запросы на английском, потому что большинство нейросетей базово обучено на английском, и лучше на это реагируют. Ну, давайте посмотрим и так, и так. Обращается к серверу, соответственно, генерирование происходит на сервере. Ну и, как видите, тоже не совсем то, потому что вот цвет. Можно попробовать сделать вот так, например. Вот эту часть. Отдельно прям выделить и попробовать просто прогенерировать ее отдельно. То есть на генерацию сделать еще одну генерацию. Таким образом изменить изображение. Я могу дописать, а могу ничего не дописывать. И тогда она предлагает варианты либо удаления, либо изменения какого-то момента. Когда я делала расширение картинки, я ничего не дописывала. Я просто сказала, что я хочу расширить. И она сама придумала варианты, как расширить. Вот смотрите. Да? Да. Было так, стало так. По-моему, очень даже она милость поступила. Так что вот смотрите, добавилась чашка кофе. Могу добавить еще что-то, еще что-то. Потом уже классическими инструментами накидать сверху текст и так далее. Вот таким образом в мою жизнь вошли на аэросети в фотошопе. Это генеративные заливки и генеративное использование, соответственно, фотошопа для того, чтобы заменять какие-то фрагменты. Это упрощает работу с данной программой. И она, на мой взгляд, это будет полезно и профессионалам. Потому что профессионалы это могут делать и так, но это намного быстрее. И любителям, которые плохо знакомы с программой, но освоить этот инструмент достаточно просто и, например, корректировать свои изображения, если на них что-то не так, теперь это просто по щелчку пальца. Используйте, я крайне довольна этой функцией, мне она нравится. Естественно, здесь есть еще куча нейронных фильтров по замене неба, по смене изображения лица и так далее. Но лично в моей практике это применяется реже. А вот эти два инструмента расширения и генеративная заливка я использую постоянно. И думаю, что они более применимы на более широкому кругу лиц.